Александр Васильевич, по-соседски, Женщик Леонидович, Ненавидович, 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 Ненавидович. Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые друзья, позвольте мне, прежде всего, приветствовать вас в Минске. Знаю, что у вас очень насыщенная программа. Мы как-то мельком с вами пообщались в свое время в Александрии, и как-то вы долго ехали к нам. Но хорошо, что в Гомеле бываете чаще, а губернатор в Брянске по-соседству бывает. Я, откровенно говоря, попросил Ивана Ивановича Крупко, чтобы он потеснее сотрудничал с Брянской областью. Наши люди, можно сказать, да что там можно сказать, наши люди такие же, как и в Гомельской области. И я информирован о том, что у вас хорошие установились контакты, я это приветствую, всячески буду поддерживать. Брянщина – это самые близкие, вместе с Смоленской, Псковской областями, самые близкие регионы для Беларуси. У нас так это и воспринимают. Когда у нас были вообще тяжелые времена, в 90-х, я помню, с техникой было не просто еще до вас там на Брянщине, вы это хорошо знаете. Я давал команду, что мы убрали хлеба, поезжайте туда и убирайте как свое. С тех пор установились, это, наверное, не с тех пор советских времен, у нас самые теплые, дружеские, добрые, братские отношения между нашими народами. Слава Богу, что мы не начертили границу, через которую надо проходить и создавать неудобства. Что для наших людей как-то случилось с Польшей, странами Балтии, еще хуже с Украиной. Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной очень прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот, к глубокому сожалению нашему. В этой ситуации белорусы абсолютно солидарны с вами, сопереживают, готовы помочь всем, чем только мы можем. Всегда говорю основу основ для решения нынешних и возможных будущих наших проблем – это экономика. Будет экономика, как в наши советские времена говорили, есть экономика, производство и партийная, и комсомольская, и профсоюзная работа добавится. Так оно есть и сейчас. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до миллиардов. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам, где-то 800 миллионов, чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиарды – это далеко не предельный показатель. И главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов. Как эта работа организована, мы наглядно видим на примере работы ваших предприятий и нашего Амкадора и Гомсельмаш. Мы готовы дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий по изготовлению техники, материалов, оборудования. Все, что вам понравится, и мы сможем. В сельском хозяйстве есть чему поучиться также друг у друга, тем более, что у нас схожие и земли, и климатические условия. Мы знаем, что Брянщина лидирует по выпуску отдельных видов сельхозпродукции и ставит рекорды по урожайности картофеля и зерновых ржи, тритикали в частности. На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности. Сегодня вы побудете на Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это уникальный производственный опыт, вы как специалисты это оцените. Мы производим там хорошие корма в перспективе, начнем выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства. Готовы расширять поставки продовольствия, других товаров, абсолютно не мешая вашим производителям и даже не конкурируя с вами. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке. Большие перспективы имеет научное сотрудничество в агропромышленной отрасли. Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа – это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику. Не только теорию, но и практику. Вы хорошо знаете, как работают наши строители. В прошлом году реализованный инвестпроект по строительству 16-этажного жилого дома в Брянске. Если вас устраивают наши строители, мы будем с вами в этом плане и дальше сотрудничать. Знаю, по разговорам и переговорам с президентом России, огромные задачи стоят в строительстве. От дорог до строительства культурных, промышленных объектов, в том числе и прежде всего жилья. Мы готовы включаться. Нам это выгоднее, чем ехать за 3-9 земель, как мы на Сахалине помогали. Ну а здесь рядом давайте вместе будем работать, в том числе и по строительству. Мы готовы предложить и капитальный ремонт жилья, зданий, строительстве дорог, проектирование, проведение инженерных изысканий. В Беларуси есть хорошие специалисты, высококачественная техника, оборудование для сфер водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора и многих других перспективных направлений. В полной мере это касается тех проблем, которые подбросил нам с вами и Чернобыль. Брянщина, как ни один регион России, так же как Беларусь пострадали от Чернобыль в свое время катастрофы. Сегодня мы видим последствия, особенно кадровые, особенно вы это ощущаете. Мы занимаемся возрождением этих территорий, вы знаете наши программы, созданием нормальных условий для жизни людей. Есть уникальные методики, разработки, если они вам интересны, мы готовы сотрудничать. Готовы также выслушать все ваши предложения и при необходимости принять прямо сейчас соответствующее решение. Прошу, Александр Васильевич. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за такое хорошее, доброе отношение к нам, к россиянам и конкретно к нашей Брянской области и лично ко мне, как губернатор. Мы с вами не встречаемся не первый раз, и вот постоянно вы перед нами, как бы перед своими ученевыми, перед нами ставите те задачи, которые нам необходимо решать. Буквально три года назад мы с вами здесь встречались, и вы тогда поставили, чтобы достичь миллиарда долларов оборотов между Брянской областью и Республикой Беларусь. Но мы как бы не подошли, но тем не менее, если в денежном выражении, то за эти три года оно выросло более чем в два раза, в северублевом выражении. А если в объемном, то это в 1,6 раз оно растет. Вторая тема была, это строительство. Это строительство, учитывая то, что у нас сегодня реализуются национальные проекты, где выделяются большие средства, и, конечно же, в Брянской области. И вот эти проекты по строительству дорог, жилищное строительство, был реализован, построен, именно построен дом на 152 квартиры, 16-этажные. Это выше, чем в Гомеле стоит жилье, и выше, чем в Могилевской области. Почему? Потому что они уже заходят, Могилевская область заходит на две площадки, Гомельская область на три. Вот три этих площадки мы им отдаем, и мы готовы и отдать еще и больше. То есть, просто то, как они работали, как это было быстро, качественно, люди наши оценили. Мы также хотели бы, чтобы строители выходили на социальные объекты. Вот у нас большое строительство, и по социальной сфере мы строим три школы на 1225 мест. Две школы мы строим по 500 мест за счет областного бюджета, и много строим мы спортивных сооружений. Вот мы сегодня за счет бюджета мы два ледовых строим и два бассейна.